Хей! Привет, дружище! Как у тебя дела? Для тех, кто первый раз смотрит это видео и не знает, кто я таков, меня зовут Раиль. Это мой музыкальный блог, в котором я также снимаю вот эту рубрику под названием «Пара фраз от Раиля», где я делюсь своими мыслями и новостями с вами. Только что отснял для своего превью-сайта превью-видео, в котором буду рекламироваться как баянист, музыкант для ваших праздников, свадьб. Так что в скором времени сможете увидеть. Но это не суть. Мы сегодня должны поговорить на две очень важные темы. Это новостные темы для вас, потому что первое — это открывается новая рубрика на моём канале. Второе, что я хочу сказать вам, это про запись моего альбома. Я хочу вам кое-что рассказать. Я про мой дебютный альбом «Взмывая в облака» говорю. Ну давайте приступим. Да-да-да, на моём канале, на основном, конечно же, открывается новая рубрика, которая будет посвящена обучению кубейсе и протулсе. Что такое кубейс? Что такое протулс? Это такие программы музыкальные, где можно создавать музыку. Это сэмплеры, там есть инструменты, звуки, короче, всё, что нужно для сведения треков, для создания треков, для музыкантов, для диджеев и для вот таких творческих людей. Поэтому я счёл нужным на моём музыкальном канале открыть такую рубрику, посвящённую именно обучению музыкальным программам. Наверняка вам должно быть интересно. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая вообще тема. Эту рубрику будет вести звукорежиссёр из Казани, учитель и просто хороший человек Ильнар Шайдулья. Знакомьтесь, в описании под видео будет ссылка на его страницу ВКонтакте. И там же вы ему можете написать по поводу сведения треков, продюсирования треков, обучения в кубейсе и протулсе. Ну, это типа рекламы, как вы догадались. Просто действительно очень интересный, ценный человек. С ним даже побеседовать очень интересно. А он вам такие треки может сделать, дорогие друзья. Так сильно может помочь в работе с такими музыкальными программами, как Cubase и протулс. Так что не игнорьте эту новость. Я просто так вам тупые информации не предлагаю и тупую рекламу тоже не делаю. Сейчас мы с ним будем сотрудничать, снимать ролики для моего канала. Но, как вы сами понимаете, на канале невозможно при помощи видео все темы в кубейсе, протулсе раскрыть. Невозможно все фишки для вас открыть. Поэтому остаются какие-то тёмные моменты, которые нужно рассматривать именно индивидуально. Для этого специально Ильнар предложил, чтобы я рассказал вам, что есть такой вот человек в Казани, который может сделать вам трек на ура, помочь разобраться в программах Cubase и протулс и совсем за небольшую цену. Ну, об этом вы с ним сами можете поговорить. Ссылка в описании под видео. Не игнорьте моё предложение. Это очень ценный человек. Так что, друзья, дерзайте. В комментариях жду ваши предложения по этому поводу. Действительно ли интересная тема для вас. Надеюсь, она будет интересной. Как выходит вот этот выпуск парафраз, сразу же выйдет следующий ролик по обучению в Cubase. Приступим к следующему вопросу. Не будем затягивать сегодняшний выпуск надолго. Второй вопрос касается моего дебютного альбома. Если ты помнишь, я записывал призыв в превью-видео для того, чтобы вы, друзья, поддержали мой проект по созданию дебютного альбома. То есть на сайте планета.ру я открыл проект по сбору средств, чтобы собрать средства и записать альбом. 35 тысяч мне нужно было там собрать. Но, как вы понимаете, с моей-то известностью, которой нет. Мне не получилось это сделать. И пришлось перейти на свои средства. И теперь я своими методами, своими силами пытаюсь записывать песни. За лето я успел записать две песни. Это первая песня «Где я всегда со мной и ты». И следующая песня под названием «Когда я счастлив». Вот последняя песня «Когда я счастлив» была записана в июле 22-го. И в течение августа там модернизировалась, сводилась. И вот в сентябре я ее опубликовал. Ее вы можете прослушать ВКонтакте. Зайти на мою страницу. Там на стенке есть эта песня. Но здесь на ютубе у меня среди моих видеозаписей также есть видео с этой песней. Там обложка «Как я лежу на траве» и название «Взмывая в облаках». Так что не потеряйтесь. Найдите, послушайте, оцените. Я очень хочу, чтобы вы, дорогие друзья, принимали участие в создании моего альбома. Поддерживали, говорили, насколько хороши мои песни. То есть, чтобы я как-то направлялся вместе с вами в нужное русло. Так вот, песня родилась и, на мой взгляд, она получилась очень даже классно. Стиль рок и регги. Слияние двух стилей. В этом стиле мне очень нравится работать. Песня была записана на студии Миши Манжелевского в городе Казань. Очень престижная студия. Очень популярная, где записываются такие группы, известные как Мураками и многие другие. Не будем сейчас об этом вдаваться, но можете также в ВКонтакте поискать эту студию. Она пишется по-английски «Mungie Studio». И тоже записаться в очень качественную студию в Казани. Запись проходила у нас где-то около 7 часов, если взять грубо. Сначала записывались ударные инструменты, ну, то есть барабанная установка. На ней, на них точнее, играл Артём Кокорин. Это мой тоже друг, знакомый. Он записывал ударную установку в течение 3,5 часов. Грубо, если взять. Поэтому я хочу вам сказать, что запись барабанных установок – это самая нудная и долгая работа из всей записи. Вы наверняка, дорогие друзья, хотите узнать, как проходит процесс записи в студию. Что сначала записывать, что потом. Так вот, поэтому я и начал вам говорить об этом. Сначала записывается ударная установка. Она у нас записывалась очень долго, 3,5 часа. Потому что это основа, должно всё чётко, ровно сыграться. И потом уже сверху на него записываются остальные инструменты. Там бас, всякие другие гитары, которые записываются на 2 канала. То есть один раз сыграть нужно, ещё второй раз, чтобы на 2 канала кинуть, как стерео. Всё, гитарики записали. Дальше мы записывали саксофон. И сверху уже голос в последнюю очередь. Но, конечно же, барабан не может же играть на Абум. Он же не может помнить, где всякие брекеты именно в той песне, которую мы только что разучили. Он вообще может быть сессионник. Его вдруг пригласили вообще. А как он будет учить-то песню? Это надолго может дотянуться. Поэтому я врубил кубейс, включенный метроном, чтобы ровно записать акустическую гитару с вокалом. Врубил метроном, спел, сыграл эту песню. Записал это, конечно же, на камеру я. Оттуда снял звук и отправил. Отдал Артёму Кокорину, который играл на установке. И он, закинув эту музычку в наушники, начал под это всё играть. Гитарки записывал я. Басовую гитару помог записать руководитель студии Миша Манжелевский. Саксофон записывал Андрея Ношин. Ну, вокал, конечно же, от меня. Вот и с записью инструментов, дорогие друзья, на студии я познакомился. Очень интересная работа, но и трудная, дорогие друзья. Потому что там нервишки тоже играют. Нужно же ещё и ровно сыграть, и ещё не переволноваться. Ну, такие моменты тоже есть. Но жизнь на то и дана, чтобы изучать такие интересные вещи. Мне понравилось. Но сейчас у меня бабусов нет. На одну песню ушло, вот на эту песню последнюю, когда я счастлив, ушло 7 тысяч. Получается, на каждую песню примерно столько же мне и нужно. Четыре ушло на запись, три на сведение. Но это именно в этой студии, она чуть дороже, но очень качественная. Вот поэтому, как будут появляться у меня какие-либо средства, я сразу же буду их вкладывать в запись песен. Но это может затянуться на несколько месяцев, и я не уверен, что даже до декабря все 11 песен уже будут готовы, записаны. Поэтому я вас призывал помочь в создании моего альбома. Ну что ж, теперь этот проект уже закрыт на планете.ру, но актуальность остаётся, как вы сами понимаете. В описании под видео, дорогие друзья, по этому случаю я оставлю номер моего кошелька на WebMoney. Если хотите мне помочь в создании альбома, в выпуске песен, я их, конечно же, буду вкладывать в это дело, потому что это очень интересное и полезное дело, дарить людям музыку, дарить позитив, добро. Поэтому вы могли бы помочь в рождении таких добрых, весёлых и позитивных песен. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, все новости, которые у меня были, я вам рассказал. Ещё одна есть, конечно, новость, это готовится моя новая песня, она родила я вообще спонтанно. И скоро акустическую версию запишу, и, возможно, она попадёт в мой дебютный альбом. Кстати, как насчёт псевдонима? Что вы об этом думаете, дорогие друзья? Напишите в описании, в комментарии, какой псевдоним подойдёт для меня. Или не стоит мне вообще брать псевдоним, оставить имя и фамилию как есть. Честно представлять своё лицо, что вы. Вот тоже хорошая тема на засыпку. Если будет время, можете подумать и предложить в комментариях, какой псевдоним подойдёт для меня. И стоит ли его вообще брать. А я, дорогие друзья, вас традиционно приглашаю подписаться на мой канал, потому что будут выходить и разборы песен, и каверы, и всякие интересные ролики. И ещё открывается новая рубрика свидетелем, чего вы должны обязательно встать. Встать я стану, а не встать. А мне уже пора вставать и отправляться заниматься на баяне. Так что до скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»